У жителей Машзавода, это крупный район Златоуста, из крана бежит техническая вода. Её нельзя пить, а на посуде она оставляет ржавый налёт. Чтобы решить проблему, необходимо установить бойлеры в каждом доме. Но сделать это не получается. Почему, расскажет Полина Кирсанова. Вот такая вода горячая, бежит у нас из крана. Татьяна Пермина возмущена. Из крана с горячей водой течёт жидко-желтоватого оттенка. Многодетная мать жалуется, такой водой посуду мыть просто невозможно. На тарелках и чашках остаётся ржавый налёт. К тому же приборы становятся ещё и жирными. Для сравнения, женщина набирает в стакан холодную воду. Разницу на контрасте видно сразу. Страшно в такой воде купать детей. Можно подцепить какую-нибудь инфекцию. Мыть посуду, с которой мы потом едим. Также жалуются многие мамы на такую воду. В некоторых домах ещё хуже качество воды. Если у нас она бежит слабо рыжая, у некоторых она бежит даже чёрная. Из такой проблемы жители района Машзавод в Златоусте сталкиваются каждый год. Дело в том, что посёлок снабжается горячей водой из локальной теплостанции по открытой водоводной системе. Это значит, что в дома поступает техническая вода. Та, что течёт у жильцов в батареях. А поставляют воду для отопления местный завод. На сегодняшний день управляющая компания, являющаяся исполнителем коммунальной услуги, не может выполнить каких-либо мероприятий по улучшению качества горячего водоснабжения. Для этого нам надо в каждый многоквартирный дом поставить теплообменник, который бы осуществлял подготовку горячей воды, пить его качественно непосредственно в каждом многоквартирном доме. Уже пять лет администрация Златоуста разрабатывает план перехода района Машзавод на закрытую систему горячего водоснабжения. Она подразумевает установку отдельного бойлера на каждый многоквартирный дом. Именно туда будет поступать холодная питьевая вода и подогреваться. Администрация вообще была организована работа по переходу на закрытую систему, начиная с 2012 года. То есть именно в учреждениях образования, это детские сады и школа номер 15 района Машзавода, такие работы были проведены. То есть бойлеры, автоматизированные тепловые пункты там установлены. Область помогла, то есть за счёт областных средств это было сделано. Бойлеры удалось установить даже в некоторых жилых домах. Чтобы их поставить во всём районе, нужно сделать проект. Для этого требуется схема всех сетей, которые находятся под землёй. Чиновники утверждают, что план находится у завода и получить его не могут. Заводчане парируют все схемы у властей города. Ведь завод сети не обслуживает и за водоснабжение посёлка не отвечает. Эти сети мы арендуем, то есть эти сети находятся в собственности муниципалитета. То есть эти схемы у них однозначно есть. Для того, чтобы перевести все дома на бойлеры, необходимо выполнить теплотехнический расчёт гидравлический. Такого расчёта не существует. Пока чиновники и ресурсники перекидывают обязанности друг на друга, проблема не решается. Добавлю, что по закону до 1 января 2022 года открытые системы горячего водоснабжения должны быть ликвидированы. Все муниципалитеты перейдут на закрытую систему. Полина Кирсанова, Маргарита Хижняк, Анна Нова, ОТВ.